1 октября 1884 года во дворе самарского купца Петра Жукова загорелся сеновал. Пламя, раздуваемое ветром, быстро охватило оба дома Жукова, сараи и надворные постройки. Действиями всех пожарных команд города к 4 часам утра пожар удалось потушить. Сгорели оба дома, лошадь, корова, сараи. Общий ущерб от пожара составил 30 тысяч рублей. 3 номер. Отцы жили, а мы разве хуже? Вкусна ли самарская водичка? А у нас водопровод. Вот. Огромный пожарный двор был завален кучами навоза, ежедневно выбрасываемыми из конюшен. Пожарные в двух этажах были набиты, как сельди в бочке и в повалку спали на нарах. Возле них на веревках сушилось промокшее белье и платье. Половина команды спала, не раздеваясь. Это были дежурные. Если вдруг с каланчи раздавался сигнал, они просыпались первыми и бросались к месту возгорания. Горели дома, сараи, хозяйственные постройки, коровы, лошади. Горели люди. То здесь, то там можно было наблюдать горестную картину. Еще вчера перемывавшие косточки с соседем возле аккуратных полисадников, завтра погорельцы ковырялись в золе, отыскивая уцелевшую ложку или обгорелую табуретку. Для борьбы с красным петухом в разных частях города были выстроены пожарные каланчи, подобные вот этой. Город с такой каланчи казался лежащим на ладони, но поднимались на нее совсем не для развлечения. День и ночь на такой каланче дежурил дозорный, внимательно всматривавшийся в город и при малейшем подозрении поднимавший тревогу. Если вслед за боем колокола с каланчи раздавался возглас дозорного первый номер, это означало, что он увидел дым, а огня не было видно. В таком случае один из пожарных садился на коня и мчался на разведку. Если же с каланчи слышалось номер третий, здесь было недоразведок, и три команды из пяти отправлялись к месту пожара. Ну а если с каланчи раздавалась номер пятый, значит вся команда летела к месту пожара на ходу, надевая мокрую обувь и застегивая одежду. Именно таким пятым номером был грандиозный самарский пожар, описанный Егором Никитичем Аннаевым. Вдруг ударили тревогу, раздались ужасные крики «Горим!». Поднялась буря, которая в одно мгновение охватила своим пожирающим пламенем все вокруг. Задыхаясь дымом в беспамятстве, бежал я вместе со всем народом к самарке. Но вихрь с пламенем мчался туда же, и много несчастных жертв задохнулось в этом пламени. Ужасная картина бедствия открылась передо мной. Народ спасал свое имущество на валу и у берега Самарки. Но когда буря обернулась туда, тогда, покидая на жертву, все спасали себя, кидаясь в воду, и тонули. Коноводные машины и баржи на воде горели. На одной из них, вероятно, был порох, взрыв которого произвел такой оглушающий удар, что земля как бы затряслась и баржу швырнула на другой берег. К вечеру буря утихла, и погода сделалась совершенно хорошей. Я пошел на вал. Тут мы смотрели на ужасающее зрелище. Кругом лежали обгоревшие люди, лошади, собаки, кошки, множество кур, обгоревшее имущество. Повсюду огненное море и догорающие развалины, отчаяние народа, плачевный крик, рев коров, которые пришли из стада. Ужас, да и только. Видела бешеную пляску красного петуха и вот эта Самарская площадь, Алексеевская, когда-то застроенная торговыми рядами и лавочками. Но от лавочек остались только груды пепла после одного из сокрушительных пожаров. Отныне решено было базар на площади не возобновлять, а построить здесь гостиницы, редакции, газет и учреждения власти. Одним из этих учреждений было здание, занимаемое городской думой, где с начала 1880-х годов велись жаркие споры о необходимости строительства в Самаре водопровода. Начались же эти споры еще в 1856 году, всего через пять лет после объявления Самары губернским городом. Тогда при активной поддержке губернатора Грота были проведены первые необходимые изыскания. Но дело оказалось настолько затратным, что казалось, никогда не сдвинется с мертвой точки. Вы только подумайте, какие это деньги, не деньги, деньжища. Мы что же, богаче наших отцов, они жили, и мы проживем без этого водопровода. Глупая эта идея, глупая и безумная. Тем не менее, в июне 1865 года дело строительства в Самаре водопровода продвинулось настолько, что в министерстве был утвержден его проект. А городская дума даже назначила торги для отдачи сооружения с подряда. Но выбранная думой комиссия потребовала от подрядчика некоторых уступок. Подрядчик поблагодарил город и отказался от своего предложения. Так все остались при своих интересах, а город без водопровода. И снова начались споры, и снова красный петух безнаказанно гулял по улицам города, уничтожая дома и целые кварталы. Да мало ли что горит, будто бы с водопроводом и гореть не будет. Лучше на эти деньги купить десяток ведер, да снастить пожарный обоз. Оно, глядишь, и дешевле, и полезнее станет. Свидетелем другого крупного самарского пожара стал сын известного актера Михаила Щепкина Николай, который некоторое время жил в Самаре. Вот что он писал по следам увиденного. Здешняя полиция при дурном составе своем и недостатке средств не могла остановить действие пламени, и пожар прекратился сам собой. У местных пожарных нет ни порядочных труп, ни багров. Одним словом, нет почти ничего, что нужно при пожаре. И высшее начальство решительно без внимания оставляет эту часть. Самара – рескверный город в этом отношении. Нельзя поручиться, чтобы в одно прекрасное утро не сгорела она вся. Нельзя поручиться, чтобы в одно прекрасное утро Самара не сгорела вовсе. Ни раз и ни два эти слова повторялись в зале заседаний городской думы, прежде чем в середине 1884 года дума не согласилась с городским головой Петром Суботиным в том, что будущее Самары напрямую связано со строительством в городе водопровода. Иначе нельзя, иначе так и будем ковыряться в пепле, отыскивая сгоревшие вилки и ложки. Нельзя поручиться, чтобы в одно прекрасное утро Самара не сгорела вовсе. Ни раз и ни два повторял сменивший субботина на посту городского головы Петр Алабин. И дума сдалась. В 1885 году была, наконец, образована подготовительная комиссия во главе с Алабиным, и объявлены три премии за проект Самарского водопровода. Первую премию получил проект Николая Петровича Зимина, заведовавшего московским городским водопроводом. 11 февраля на заседании Думы был заслушан отчет подготовительной комиссии, приготовленной с участием Зимина. При ближайшем рассмотрении местности Самары я нахожу необходимым построить сборные колодцы не там, где они планировались ранее, выше завода Зворыкина, а возле пивоваренного завода Фон Вакана. Этим достигается экономия при строительстве в 20 тысяч рублей. Я также считаю, что сборные колодцы нужно делать чугунными, а не кирпичными, потому что этим достигается удешевление строительства и прочность сооружения. Сегодня нам необходимо помнить, что мы строим не на год и не на два, а на многие десятилетия вперед. Несем ответственность перед нашими детьми, внуками и правнуками. После непродолжительных прений гласные приняли все поправки Зимина и предложили городской управе приступить к реализации проекта. Почти 30 лет Самара ждала этого часа и вот, наконец, дождалась. Теперь дело оставалось за малым. Этим малым было строительство сооружения, которого никогда не видел город, привыкший бояться пожаров и задыхавшийся в пыли. Инженер Зимин, рассказывали своим читателям Самарские газеты в июле 85-го, обязался перед Думою в течение четырех месяцев, считая с 11 февраля, представить самый точный исполнительный проект сооружения водопровода в городе Самаре. Проект готов, и вот что из него следует. Водопровод должен быть построен из материалов предпринимателя для снабжения города водою в количестве 300 тысяч ведер, собранных на берегу реки Волги близ Жигулевского пивоваренного завода из чугунных водосборных колодцев. В названных, думаю, местах будут устроены 16 водоразборных столбов и 3 фонтана. На углу Симбирской и Сенной улиц будет сооружена кирпичная водопроводная колонна, в вошиною 24 сажени. Трубы будут проложены посреди улицы. И вот, наконец, свершилось! 1 октября 1886 года. Вот здесь, на перекрестке Казанской и Панской улиц, возле одного из водоразборных столбов, самарцы впервые смогли почувствовать себя людьми приближающегося 20-го столетия. Прямо у них на глазах из крана плелась вода, за которой не нужно было теперь спускаться к Волге или идти к одному из выродых прадедами колодцев. Да, неблизок оказался путь, проделанный к этому дню самарцами. Неблизок и тернист. Может быть, поэтому так запомнился всем собравшимся здесь в этот день и первый стакан воды, протянутый городским головой губернатору Свербееву. Выпив этот стакан, Свербеев достал из кошелька 100-рублевую ассигнацию и протянул ее Алабину со словами «Вкусна самарская водичка!» Нечего сказать. К моменту открытия самарского водопровода длина его коммуникации составляла 26 верст или чуть больше 27 километров. В систему входили водоподъемные здания, котельная с тремя котлами и семь насосов. Стоит сказать, что в случае возникновения в городе пожара отпуск воды на хозяйственные нужды прекращался. Для этого в местах водозабора были установлены автоматические заглушки. И всюду я думал, что всюду всегда различна прекрасна вода. С вами был Михаил Перепелкин.